Ну да, ну да, я сдох. Причём сдох глупо и по сути не должен был умереть. Можно сказать, что я умер из-за бага, либо же авторы моды специально дали такую возможность мутантам. В общем, о чём я говорю, вы увидите ближе к концу серии. А пока я поздравляю Голдмена с победой в этом споре, ссылка на него всё также будет в описании. И да, в конце этого видео я буду заказывать ему еду. Если вы не видели предыдущих серий, то ссылка на них будет в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Итак, куда мы сейчас пойдём? Я на самом деле не совсем знаю. По-хорошему, конечно, по сюжету надо начать двигаться, но, наверное, так и сделаем. Также у меня немножечко прокачалась игра, я её модифицировал. За это спасибо Димочке Злобину. В общем, вы потом по ходу игры поймёте, что у меня изменилось. Возможно, те, кто смотрел предыдущие серии и помнят одну мою просьбу, они уже догадались, о чём я. Ну что, погнали на болото? Давай тогда до перехода идём. Так, я вижу там военного чуваки. Конечно, по-хорошему на него не нарваться, но... Я не я, если не нападу на военных. Так, чё у нас тут? Патроны и хлам. Давай, пригодится. Так, чё было у военного? Давай посмотрим. Главное, чтобы сейчас весь блокпост у нас не загрелся. Всё, мы вот это вот забираем. Калашик мы твой тоже конфискуем. И разберём всё это дело. Опа! Вот это по мне зарядили. Я аж чуть не сдох. Опа-опа-опа-опа. Идёт сюда. Достань ты уже чё-нибудь! А чё ты подобрал? Ты куда гранату собрался кидать, сынок? О, бляха! Атакуют пацаны? Я не знаю, как на болото сейчас пойти. Давай, ща моим гранату. Опа! О, бляха! Больно! О, по-моему, я удачно кинул гранату. Но я сагриваю весь блокпост. Короче, валить отсюда надо. Опа-опа-опа, тихо-тихо. Египетская сила! Всё. Вот и помер дед Фладар. Растерял он весь Хабар. Погиб смертью храбрых. Будем сидеть вот здесь вот. Тут безопасно, по крайней мере. Мне писали, почему я не пользуюсь стимуляторами. Потому что у меня их нету. Вот и весь ответ. Бляха, как они шьют. О, вижу, вижу, гея. Отлично, положил его. Чё-то внезапно дождь пошёл. Из-за этого нихрена не видно. Так, пацанчик меня обходит. Я тогда вот сюда сныкаюсь. Кушать, кушать, охота. Я тут сижу уже минуты три. Вышел по-доброму, проверяй. Ещё... Опа! Вижу, вижу, вижу. Неплохо шьют. Ага. Чё-то как-то пока что не очень перестрелка. Идёт. Но я, кажется, весь блокпост на себя сагрил. Всё понятно. Так, давай быстренько залутаем пацанчика. Оп-оп-оп-оп, тихо. По-моему, граната была. Или мне показалось? Показалось, надеюсь. Ой, ряд... Нет, гранату кидает. Писос просто какой-то. Военных пока что не наблюдаю. Вижу, вижу, там целый отряд идёт. На одного военного стало меньше. Прекрасно. Так, предлагаю пока что покушать. А кушать-то и нечего, купец. Чё, нормально огонь по позиции провёл? Отлично, минус. Но я уже неплохо так военных перевалил. Мне это определённо нравится. Так, может аптечку проезжать? Хотя нет, могут военные напасть. Идёт уже крыска, посмотри на него. Так, чё, всё? Не знаю, но мы займёмся аптечкой. Ну, пока что я больше никого не слышу. И это хорошо, наверное. Никого нету. Ладно. Давай начнём лутать военных. Фига их тут. Так, ну я уже залутал многих военных. И блин, я так много деталей получил, что я уже перегружен. Поэтому я детали, которые плохие, повыбрасываю. И, в общем-то, я продолжаю лутать. Лута у них реально предостаточно. Так, я, кстати, с одного военного подобрал КПК. Давайте посмотрим, что в нём. Его можно посорить. А, за тобой должок. Игорёк Механик. Ну так что, у тебя язык в жопу закатился или как? Бурова кусок. Ты что, опять пожирал мою колбасу, которую я берёг на крайний случай? Ты реально закалёп. Только и делай, что жрёшь и жрёшь. Тебе дай волю, так ты и кабана заточишь живьём в один присест. Ну реально, блин, чё за дела, братух? У тебя язык потерялся, по-человечески спросить. И вообще, какая скотина вчера пьяную котяру приволокла в лагерь? Эта тварь тут спальники все обоссала. Бесплатное мясо Рома водила. Даров, как твоё там? Как там кладбище техники? Всё ещё топчешь за косяки и хех? Слушай, а на охоту не хочешь? Лёня уже и кабанов двух увидал к северо-востоку от кладбища вертолётов. Я сам глянул, упитанные, ово, аж слюньки потекли. Лёня следит за ними, пока я готовлю тут рюкзак под мясцом. Ну и ножичек свой, шинковать, тушки. Тушки. Будем ждать ещё 20 минут, так что если ты близко, то спеши. Сам знаешь, в большой зоне клювом не щёлкают. И саквояж под печкой. Это карната тайника. Штирлиц топил печку третий день, на четвёртый она утонула в ней и спрятал свой саквояжик. А где этот тайник? Это, я так понимаю, на болотах? Где-то тут, да, вот саквояж под печкой. Окей, понял. Так, остался тут один военный, которого я не залутал. Вот этот вот. А, ну я там ещё кого-то вдалеке убивал. Чёрт, столько военных, вообще жесть. И столько лута с них. А может я нахрен всё это разбираю? Кстати, деньги-то за это маленькие дают. Поэтому давай, это не стоит перевеса. Всё, скинем пацанчику, пусть кайфует. Так, я что-то ещё кого-то убивал вдалеке. Вот тебя, по-моему, да? Нет, тебя я уже лутал. Вот тут кто-то шёл, я помню, я его убил. Ну ладно, это уже не важно. Войны на блокпосте ОХЗ остались-то там ещё кто-то или нет. Но лично мы на болото. Еды у меня нет. Хотя нет, у меня есть шоколад российский, давай. Я, кстати, нашёл на халяву у них прицел и глушитель. Это очень здорово. Ой, блин, подожди. Теперь у меня вот такой вот АЕК. Правда, этот прицел мне вообще не нравится. Вот этот вот конкретно. Как он там называется, давай посмотрим. Тюльпан. Вот мне тюльпан вообще не вкатывает. А так, ну, в целом неплохо. Тут мы можем перед переходом залутать тайник. Вот в этом рюкзаке. В нём, да, средь что-то да есть. Мусор всякий и еда. Ранг повышен. Кто я там уже? Давай посмотрим. Я начинающий. Неплохо. Итак, мы на болотах. Здравствуйте. Ага, надеюсь, меня тут встретят добрые сталкеры на этом хуторе. Ооо, это шо, ренегаты? Копец. Ямая, додик. Ни по кому не попал. Это ренегаты, серьёзно? В аномалии есть ренегаты? Я не знал. А за них можно сыграть? Вот это опасно. Готово. Всё, я со всеми расправился. Это реально ренегаты, смотри. Охренеть. А за них можно как-нибудь сыграть в аномалию? Прикольно, что их сюда добавили. Так, ну всё, я блутал пацанчиков. Блин, я не знал, что реально тут есть ренегаты. Это прикольно. Но я не помню, чтобы тут была какая-то достига, при помощи которой можно было играть за ренегатов. Вот, смотрите, достижения, где они там? Тут нет такого. А, нет, есть, смотри. Скептик, требует завершения сюжета живая легенда. Фракция ренегаты доступна для выбора игроку. Ля, вот я додик. Реально из-за ренегатов. То есть три группировки новые можно открыть при помощи достижений. Охренеть. Это очень здорово. Тайник нашёл тут всякий, со всякими хламом. Ого, какая гилда. Нормальный напильник. Полный инвентаря занимает. Так, ну чё, надо текать на базу чистого неба, вот чё. Старая церковь. И судя по разговорам из церкви, здесь тоже ренегаты. Да, уж плохо дело. Опять воевать? У меня просто это, ну, место кончается в гузаке. О, бляха. Охереть. Вылез петушочек. Минус ещё один. Всё, больше никого нету. Надеюсь, что нет. Капец, у меня бинтов-то и нету тоже. Опа-опа-опа. Нет, там есть ещё челик. Так-так-так-так-так. Ныкаемся. Отлично. Где ты там, скотина? Покажи. Готов. Так, срочно. Нужен бинт. Пацаны, есть у кого-нибудь бинтик? Кажись, ни у кого нихрена нету. Нет, ни у кого бинтов нету. И что мне делать? А, у меня есть барвинок. Давай. Ух, хорошо-то как. Так, ну, дальше теперь до рыбацкого хутра идём. Но это уже вроде чисто небовцы. Свои ребята. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я иду к вам на базу. Что у меня есть на захил? Я не знаю. Наверное, что-то да есть. О, нашёл прикол какой-то. Давай. Ага. И перегруз сразу. Ну, тогда вот так вот поступим. И всё равно недостаточно. Бывает, лопаты держи. Так, чё тут? Пусто. Блин, хп-шечка-то тратится, причём очень быстро. Но в случае чего можно ядулин жахнуть. Давай. Так и поступим. Теперь хоть здоровье будет восстанавливаться. Ну, кстати, я помню ядулин. Впервые я увидел в чистом небе, в ОГСМ моде. И там чё он делал? Он просто тебе делал очень жёсткий реген. Тебя даже убить не могли. Но за то, как только пройдёт определённое время, тебя жмыхнет очень сильно. Здравствуй, чистое небо. Привет. Как дела? Мне к вашему технику надо. Во, всё, у меня теперь есть отметка базы чистого неба. Шикарно. Ну, что ж, начинаем работать на чистое небо в таком случае. Я извлёк батарейки из КПК, которые я взял у военного. Я думаю, теперь можно его торговцу сдать. Ибо зачем он мне? А торговец и сам зарядит КПК. Здарова, Новеков. Торговля. Держи. Вот тебе коробочки всякие принёс. Вот эти вот, да, напильники. Прочу дичь. 8 тысяч с этого поимел. Ремонт, улучшение. Почини меня ПЖ. Благодарю. Так, теперь пойдём к торговцу. Сейчас напродаём дерьма. И поспрашиваем работку. По-хорошему болотного доктора надо искать. Он сидит там в своей будочке этой, в своей земляночке. Туда мы рано или поздно доберёмся. Пока что не буду спешить. Может, в следующей серии пойдём до доктора. Здарова. Торговля, значит, на. Всякое тебе вот здесь, да. Ну вот, 4 тысячи сверху. У меня в свою очередь что надо? Дроби до патронов для калаша. О, какая дробь у них дешёвая. Ну а патроны для калаша, наверное, сейчас как загнут цену. А, нет, слушай, тоже дёшево довольно-таки. Скоро выброс опять трахнет где-то скоро. А, тряхнет. Понимаю. Макс Кикабидзе. Чуть ли не Камикадзе. Ди. Либеральный. Так, пойдём к бармену. Тоже мы попродаём всякого. Разгрузиться надо сейчас. Вот, короче, по полной. Ржавые патроны все выкинуть. Я их больше не буду подбирать. Ибо нахрен они нужны. Здарова. Что у нас в меню? Вот, его напродавал на тысячу рублей. А вот эти вот всякие бензины, канистры и керосины. Не знаю, куда деть. Поэтому давай использовать можно. Можно отделить. Можно выбросить. Так, мы и поступим. Прежде чем здесь стоишь? Это у нас Иван Дропник. Дропник. У него можно там, типа, сходить куда-нибудь. Вон, проводник, короче. Так, вот, держите всякие лекарства. И дай мне, пожалуйста, нормальных бинтиков. Да, птичек. Слушай, у него вот реально тоже дёшево всё довольно-таки. 750 рублей бинт стоит. Мне, кстати, говорили то, что у Сидоровича дешевле медицина вышла. А я такой, типа, говорю, о, Сидорович, красавчик. Ну, я немножко ошибся, чуваки, извиняюсь. У медика, кстати, тут также можно брать работу. Боровино кому нужен. Сделаем когда-нибудь. Каменный цветок, артефакт, набор для создания медикаментов. Глаз предвозиганта. Потерянное знание. Ну и всё, да? Ну, потерянное знание я бы взял. Больше мы у него квесты не можем брать. Приходится выбирать меньший звук зол. Так, глюкозы себе вколем. Здорово, привет, холод. Какие впи... Ну, паровозы. Работа. Мутанты редко подходят нашей базе. И ничего не подойдут больше. Нашивка бандитов. Х7 ему надо. Давай, у меня есть такое количество нашивок. 9300 он мне даёт. Спасибо. Странно, почему он просит нашивки бандитов. И пишет, что это очищение болот. Вечищение болот от ренегатов происходит. Я думаю, справедливее будет брать нашивки ренегатов. Ну, ладно. Работа. Так, группа наших исследователей хочет проводника. Перехочет. Доставить КПК Шустрому. И всё. Блин, у него всего два задания. Ну, придётся брать. А чё поделать? Здорово. Вы наш проводник. Я отмечу нужное место на вашем КПК. Ваша задача обеспечить нашу безопасность. Там мне плевать. Пойдём. Где там далеко? Ну, не очень далеко. Нормально. Так, правда, ночью выходить такой себе. Но спать я уже не могу. Так как взял квест. Он может провалиться. Я боюсь. Либо ещё что-то. Поэтому нахрен. Давай ещё к бармену зайдём. Посмотрим, что он им за задание предложит. И, собственно, пойдём уже. Мясо слепого пса надо. Дневной хищник будет сделано. Что ещё? Больше ничего не может предложить. Ну, не. Мясо слепого пса я не буду брать. Хотя. Ну, я думаю, я смогу накопить. Поэтому давай. Не так уж и много. Десять кусочков всего лишь-то. Я полностью готов. Вооружённый опасен. Ведём пацанчика на его точку. Так. На насосной станции. Я думаю, тут тоже могут быть ренегаты. Поэтому надо смотреть в оба. На удивление, тут никого нет. Тут только всякое дерьмо валяется. Да и всё. В ящике пусто. В трубе. Чё-то есть. О! А вот и обновочка. Смотрите. Я попросил заменить фотографии женщины на аниме девочек. Ну, вот. Заменили на фотографии Фаби Шин. А, это такой перс из Бакуганов. Вот. Да. Ну, теперь вот так вот будем жить. Будем собирать фоточки. Я их даже специально не буду продавать. Я их буду коллекционировать. Хоть они от ней и те же, но пофиг. Окей. Идём дальше. Я опять что-то подобрал. Надо выбросить плейбои. Фу. Зачем плейбои, когда у меня есть фоточка в инвентаре шикарной аниме девочки. Всё. Остальное нахрен пошло. Пойдём за тайником, кстати. Большие проблемы. Нормально живёшь? Живёшь, куда ты денешься. Фу. Слушай, справились. Нападение собак и тушканов совместное какое-то. Куда ты пошёл Додик? Ясно, он на кого-то сагрился. Твои проблемы, я лично лузать пошёл. А, он на тушкана кого-то сагрился. Ты серьёзно? Тебе норм с тушканами воевать, алло? Он конченый какой-то. Коллега, мать вашу, пойдёмте скорее. Нам не до этих крыс. Так, а вот и, кстати, мясо слепых пёсиков нам надо, да, по квесту. Поэтому собираем. Так, тайник. Вот он. И тут у нас опять фотография. Скотина ты, собака. И тут у нас опять фотография. Патроны старые. Старые я не собираю. Ну и череп скряги. Фейковый артефакт. Мусорный. Его можно просто продать, да и всё. Ладно, идём далее. Чё, нормально? Нормально прыгнуло? Отлично, минус один квестик. Так, нашёл аномалию гравиполя. Возможно, мы сможем здесь что-нибудь отыскать из артефактов. Твою медь. А! Красава, чё могу сказать? Нормально. Взял просто кровосос и голыми руками отпинал. Красавчик. Ну так и надо этому лютому похитителю на свае. Так, как бы сюда подобраться, к этой аномалии? Поосторожней. Везде грёбаные аномалии. Вот тут можно зайти. Твою медь. Ну тут нет артефактов. Поэтому проходим мимо. Чё, ты жив? Нормально вроде жив. Так, ладно, перебежим как додики по вот этому болоту. Пока он ты стреляешь, пойдём за меры твои делать, драные. А то ты уже мне надоел. А-а-а-а! Залезь, залазь, залазь! Фух. Как? Чего? Какого хера? А-а-а, я рот топтал. Как? Каким образом? Как? Это, это капец, чуваки. Ну, я рот топтал просто. Просто, как она оказалась на вышке? Она не должна была туда залезть. Это реально, это либо какой-то баг, либо ещё что-то. Но этого не должно быть. Залазя на вышку от мутантов, я должен быть в безопасности. А она каким-то образом оказалась наверху. Как? Она ещё и сваншотила меня. Всё, сейвов нету. Сдох я. Капец. Там, причём, кстати, немножечко оставалось до второй жизни, которую мне могли дать. Я пережил два игровых дня, оставался ещё один. И, в принципе, там, ну, буквально, я думаю, десяток часов оставался. А-а-а, ну, всё. Я слит. Да. Пипец просто. Я не знаю, как так? Ну, это такая тупая смерть. Боже. Это ещё тупее, чем смерть от контролёра. Причём, она не по моей вине. Я забрался на вышку. Химера не может туда залезть вообще. А она залезла. Я не знаю, чуваки. Ну, всё, значит, я проиграл. Пускай даже таким вот глупым методом багованным. Но я умер. Значит, я проиграл. Я думал, реально, я дольше проживу. Ну, по сути, если бы она не могла залазить на вышку. Она не должна залазить на вышку вообще. Я бы выжил. Ну, погнали заказывать хавку Голдману. Ладно, сейчас возьму охотника квестом. Ну, думаю, ладно, быстренько выполню. Всё, пошёл. А там хуяк-контролёр. Я стою за маленьким деревом, да? Он мне такой, вроде не можешь меня зацепить, не можешь, не может. Я его тыкаю-тыкаю аккуратненько. Хуяк, там осталось, наверное, не знаю, сантиметр два вот этого вот деления. Ну, чтобы его ещё убить. И он меня последний своей вот этой вот тычкой как хуяк. И я умер. А низу тоже оказывается в маншоте. Ржу. Красава. Ну, чё, давай заказывать. Давай. Чё, как за первый? Четыре дня не ели, холодали ради этого момента. Давай, сейчас дымку я тебе включу. Мы же пиццу собрались брать, да? Да, да, да. Я как раз сегодня хотел её брать. И теперь её возьмёшь мне ты. Челябинск. Сейчас собака закажет самую большую, самую... Нифига у тебя тут цены. А чё будешь, смотри, вот я... Давай, медленно проматываю. Блин, где вот, медленно проматываю. Давай пофиг вот эту вот, ниже, 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 ниже. Вот это вот, вторая слева. Овощи и грибы. Вторая слева? Овощи и грибы. Я, кстати, вот такую себе хочу. Но она по цене одинаковая. Ну всё, да, сейчас. А какую маленькую, среднюю, большую? Среднюю, наверное, давай. Давай, я тоже среднюю тогда буду. Да, жёстко. Корзина добавлена. А чё у меня ещё в корзине? Тут магнитный холодильник. Я этого не добавлял. Суки. К заказу чё, чё-нибудь будешь брать? Там колу, ещё чё-нибудь. Да ладно, не надо. Просто пиццу. Чисто пиццу? А я возьму колу. Ах, хотя нет, у меня лимонад грузинский есть. Так что я не буду. Ты видишь? Так, ладно. Заказать. Комментарий. Голд, блядь. Нет, давай не будем. А то они прочитают, скажут, что чё за еб... Оплата. На личный сейчас. На живую будешь расплачиваться сам. Так, карты на сайте. А есть в обманнику, они тебе там кинят? Не знаю, кстати. Но если нету, то просто как мы сделаем. Ты мне на карту закинешь, я сам себе закажу. Слушай, а ведь у меня дороже получается. У тебя там 375, по-моему, да? А, нет, у тебя 500. У меня дешевле. Лох, лох, неудачник. Ладно, извиняюсь. В смысле, блядь, у тебя дешевле, я меньше заплачу же. А, да? Сука. И постреку он старается. Вижу тебя. Чё не все бордатые, суки? Не знаю. Хуя себе, блядь. А, почти столько, сколько твоя пицца стоит. Ты больше даже заплатил. Интересно, сколько? Ну чё, всё получается? Да. Сколько я за тебя заплатил? А, нет, собака ты всё равно меньше заплатил. Сколько у тебя с комиссией вышло? 559. А, так, у тебя вышло 559 с комиссией, а я заплатил 565. Собака на 6 рублей меня надул. Вот оно, пришло с маслинами. А, да, Голдмен не обманул. Голдмен пошёл тоже записывать момент. Записывает свою пиццу. Вот, ну дошло, в принципе, быстро. Сначала мне дошло, и буквально через пару минут к Голдмену. Ну, нормально, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok